ребят всем привет вы на канале частный дом сейчас получается делаем печку печку длительного горения из кирпича шамотного вот это получается первый этап и наш вот он так все выглядит этот печка будет она будет все вообще топливо в любое и уголь и дрова все будет длительного ребята горения здесь я совмещу в этой печке сразу три системы то есть будет с водяным контуром потом будет кузнецов такой есть печник он непосредственно изобрел колпаковскую печь кузнецовую называет то есть но это уже получается наверху здесь вот сейчас мы получается камеру сгорания делаем вот ну еще как называть ракетная печь типа то типа типа такого типа этого рода в общем будет печка такая вот это ребята первый этап еще сделаю сейчас буду последовательно также как я в гараже построил здесь уже маленько все нюансы я учел сейчас я буду показывать ребята ладно это вот получать следующий этап вот тут у нас получается наша глыба которая будет нагреваться вот она ступенькой сделаю я да все еще здесь влаживаю вот это ребята неправильно сделал вот эти железки они должны быть вообще внутри получается находиться потому что здесь открытый огонь и она быстро перегорит но я ребята уже скрутил поэтому я сейчас просто асбистовым листом закрою вот этот момент и все то есть вы не делаете такую ошибку как я сделал ну вот и все в принципе чтоб это железо было внутри кирпича тогда вот эта железка не пропадет и так вот так вот вот у нас еще у нас получается вот я дверь купил до стеклом это получается как камин чтобы видно было огонь вот на эту дверцу поставим сюда уже с обратной стороны вот сейчас вот у нас ребята готов чемоданчик вот этот с водяным контуром чемоданчик этот будет чемоданчик я его поставлю сюда наверх то есть под прямым углом и он получается в глыбе будет самой так как кирпичи нагреется и она уже соответственно будет отдавать тепло ну ладно ребята ребята вот так сейчас все выглядит да целен теперь поставь вот этот чемоданчик нет сюда нет наоборот переверни на 180 вот эту ребят чемодан да да я сам просто покажу ребята как вообще желательно конечно уголки ребята потолще взять так как это здесь вот прогорать дальнейшем прогорит поэтому если будете также делать делайте толстый уголок вот в таком положении ребята будет котел это мы сейчас все потом замуруем его полностью замуруем ты мне посредственно будет проходить сюда будет проходить вот так проходить дым потом он туда ниже будет уходить и потом колпа получится там дальше вот смотрите я получается огнеупорный вот раствор вот кладбище состав огнеупорный я его ребята использую вот именно в этих моментах вот в этих моментах вот потому что нагрузка всегда вот здесь всегда отколопывается в этого раствор конечно намного лучше чем от глины обычной глины ну ладно ребята сейчас вы вот это все увидели да это я специально сделал для того чтобы как камин получился мини камин вот так ребята сейчас все выглядит это у нас получается чистить чтобы вот так вот так так что ребята вот это очень эффективная печка получится очень эффективно она маленькая но она будет вообще кпд давать вообще офигенно ну ладно ребят ну вот так ребята сейчас все выглядит вот получается мы вот это закрываем уже вместе чемоданчиком мы закрыли уже и вот это самое сейчас интересное вот момента вот здесь основной жар да будет нам надо вот это еще раз в два слоя покрыть шамотным кирпичом но желательно можно красным кирпичом вот я получает смотреть его дым пошел сюда потом заходит вот сюда заходит здесь он будет выходить уже потом он здесь в этом месте делаем перегородку это колпак уже здесь будет колпаковская печь уже как продолжение колпаковская печь и ну вот ребята вот так все выглядит вот это я вот так вот перегородку сделал все уберем ну ладно ребята сейчас получается вот второй ряд мы вылаживаем все до сюда вылаживаем и все потом уже стенки пойдут ребят потом уже стенки пока все выглядит вот наш дымоход в общем осталось не так много половина сделали сам основной вот чемоданчик вот получать следующий этап вот это ребята перегородка все она глухая пойдет здесь перегородка дым пошел сюда сразу заходит вот это получает вот это вот здесь будет колпак ребята полностью закрытый полностью здесь закрытый все а вот этот дымоход сюда пошел на выход уже так ребята ну все мы получается положили получать стенку выложили теперь мы получается закрываем крышкой из кирпича арбиджил 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 считается самый лучший кирпич у нас в реке вот сейчас из него будем выкладывать крышку ну в общем вот такие вот дела ребята ладно это у нас дымоход получается пошел вот эту крышку мы закрываем полностью полностью так ребята вот ставим уголки получается мы уголки поставили и на него кладем кирпич вот и вся все просто как крышку сделать кроме ребят всем привет на канале честный дом ну вот появился огонь печи это у нас наподобие камин что я сделал ребят вот наша печка вот эти отверстия это получается пескоблок так как у нас вот это будет крышка нагреваться воздух поток воздуха тепло будет выходить на кухню здесь тоже самое сделать симметрично было тоже самые два блока с этой стороны вот наша печка готовая зажег на нее тяга все сильно даже даже не было никакого дыма вот как слышите сами очень хорошие дяды здесь я вам ребята здесь я вам котел сделал здесь уже маленькой остатки было воды там вот уже пошло испарение этот котел я потом подключу к трубу и через солнечный коллектор которым на на улице это у нас трубу этот чистить дымоход чистить но у меня вот упрощенная совсем печка но очень эффективная конечно так ребята ну вот я сейчас вам скажу конечно по по эксплуатации уже со временем скажу как это все выглядит но пока все нормально все отлично то есть я результатом доволен этом потом мы плитку я выложу то есть видите некрасиво сделано здесь я получается шамотный кирпич так как 10 огнеупорный кирпич специальный сделал вот сейчас приятно смотреть с кухни получается как горят дрова то есть получается у меня сквозной сквозной то есть когда я открываю допустим эту дверцу дыма нет абсолютно дым не выходит сюда ну ладно ребята кому понравилось ставим лайк ребята всем пока